Добрый день, друзья! Сегодня самый вкусный, самый простой рецепт клубничного мороженого. Клубничный саргет. Для приготовления этого мороженого нам нужна свежая клубника. Чем спелее и ярче будет клубника, тем красивее и ярче будет ваше мороженое. Свежая клубника у меня полкилограмма. Также нам нужен сахар или сахарозаменитель. Также 30 мл воды и я высыпаю сюда сахар. Или, как я сказала, уже сахарозаменитель используйте. Ставим на плиту и доводим до кипения. И сразу же отключаем. Нам нужно, чтобы сахар с водой закипел и сахар полностью растворился. И немного охлаждаем до теплого состояния. Для этого количества клубники я использую минимум 50-60 г сахара. Это зависит от сладости клубники. Клубнику пересыпаю в чашу блендера. Можно использовать обычный погружной блендер. Заливаю приготовленным сахарным сиропом и взбиваю. По желанию можете добавить ложечку меда, если хотите. То есть можете подсластитель сделать по своему вкусу. Мед, сахарозаменитель или сахар. И взбиваем ориентировочно 2-2,5 минуты. До вот такого состояния. Масса должна быть однородной. Если вам нравится клубничка, чтобы попадалась кусочками, можно 1 минуту взбивать или 1,5. У меня силиконовая форма для мороженого. И я разливаю полученную массу в силиконовые формы. Объем каждого мороженого будет 90 грамм. Закрываю крышкой и нужно поставить сейчас, пока у нас масса не застыла, деревянные палочки для мороженого. Оставляем вверху сантиметра 3. Остальную палочку полностью погружаем в мороженое. И отправляем в холодильник минимум на 4 часа, лучше на ночь. Если у вас вот такая формочка без крышки, как мы поступим? Обвернем сверху фольгой и ножом в центре сделаем небольшие проколы. И в эти проколы вставим палочки. Свою силиконовую форму я покупала на Амазоне. Знаю, что будут вопросы, где вы купили форму. Сейчас, по-моему, везде очень много разных форм. Отправляем в морозилку до утра или минимум на 4 часа. Мороженое наше застыло. Я опускаю силиконовую форму в воду комнатной температуры. Я воду не подогреваю. Буквально на 10 секунд, не больше. И из силиконовой формы ее можно немного раздвинуть, и мороженое очень легко выходит. Тарелку для мороженого нужно в морозилке охладить или насыпать лед, как у меня. И выкладываем мороженое. Посмотрите, какое оно красивое. И что удивительно, приготовленное вот таким способом с сахарным сиропом, оно получается холодное, но не ледяное. Такое, что можно откусывать очень мягко это мороженое зубами. Будьте уверены, что вы зубы свои не повредите. Посмотрите. Мороженое можно завернуть в индивидуальные пакеты и хранить в морозильной камере. Когда нужно, угощайте своих детей, взрослых этим шикарным клубничным мороженым. Готовьте с удовольствием. Буду надеяться, что вы этим рецептом обязательно воспользуетесь. Минимум ингредиентов и невероятная вкуснота. Готовьте с удовольствием и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok